Привет, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать уже на вторую серию по нашему замечательному проекту, из которого мы в скором времени будем делать потихонечку корч, фаниться, дрифтить зимой и так далее. Ну и не только зимой, по весне мы будем строить, я думаю, что-то более мощное. Короче, сегодняшняя серия, друзья, сейчас кратко сразу расскажу, будет посвящена следующему. У нас реально сегодня 28 декабря. 29. 28. Да, реально 28. 28 декабря и сегодня, ребят, реально ночью просто вот чуть-чуть снега выпало и то он лежит в области, поэтому мы нашли место. Кстати говоря, это северное кладбище, где, если вы смотрели, мой товарищ разбил мою BMW еще почти два года назад, ну ладно. Итак, друзья, я думаю, что мы сейчас потихонечку начнем в планах потрясить немножко. GoPro сегодня не будет, но она будет, скорее всего, в следующей серии, когда следующая серия уже, надеюсь, выпадет, черт возьми, снег, потому что нам хочется снега, нам хочется льда и мы уже, я повешу GoPro и реально покатушки устроим. Сегодня у нас будут и покатушечки небольшие, мы поснимаем немножко дрифта. Дрифта, блядь, отличное слово. И также заедем к ребятам из Slap Engineering, чтобы посмотреть заднюю подвеску, покажем, покажем, в каком состоянии пороги и вообще найдем, может быть, что-то еще по мелочи, но, в принципе, тачка ездит. На самом деле, я реально очень доволен. Прочитал я ваши комментарии, фары, наверное, будем менять, ну, как только так сразу, надо на разборке найти. Ну, блин, светит они круто, но выглядит просто уебищно, реально, очень ужасно. Ну, а перед продолжением ролика, друзья, хочу вам рассказать кое-что. В общем-то, решил себя побаловать на Новый год и заказал у ребят со все штуки .ru. Вот такие вот замечательные номерные знаки. Еще, кстати говоря, там сзади, потом вам покажу. Вообще, кто следит за Инстаграм, между прочим, в курсе. Так вот, ребят, если вы хотите сделать себе подарок или просто защититься от фотофиксации, ну, камер, хотите какие-нибудь номерные знаки, именные или вообще любые, какие можете только придумать, может быть, безфлаговые и так далее, советую обращаться к ребятам все штуки.ru. Ссылочки будут в описании. Очень быстрая доставка. Ребята находятся в Москве. За буквально пару дней максимум привезут вам в любую точку планеты. Очень круто, на самом деле. Всем рекомендую. Короче, сделал так, что машина вид имела, поэтому теперь у нас сзади вы можете узнать мой Инстаграм, между прочим. Вот такой вот висит. Вот. Ну и спереди, как мы уже показали, вот такой вот замечательный знак, который просто олицетворяет весь автомобиль. И мне кажется, что выглядит довольно-таки круто. Ну что, ребят, а теперь мы продолжаем. Ну и последнее, что хотел бы сказать. В описании есть почта для деловых предложений. Если у вас есть какое-то, допустим, что-то, сотрудничество хотите или еще что-то, вы можете всегда писать на мою почту. В описании дела Букина, Собака, Мэйл.ру. А мы начинаем наш... Собака, Мэйл.ру. А мы начинаем наш... Парти-дрипт с собакой. Тебе понравилось? Да. У меня, правда, камнем в ногу больно ебануло. Ну а когда в конце у тебя глушитель стрельнул? Стрельнул? Парти-дрипт с собакой. Парти-дрипт с собакой. Парти-дрипт с собакой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Булкинкейс.ком Лучший игровой магазин... Продолжение следует... 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 короче оператор погрел погрел так ты снимаешь то если ты загрел батарея куда-то уделения чем снимаешь сейчас мысли я снимаю как мы заезжаем как же ты мутная все еще самсунг залупа мы приехали а вот эту тридцатку мы кстати вам сегодня да что же с фокусом то даже не снимай ты заебал уже а вот эту 30 . мы вам да ёпта опять фокус пропал да ебись конем а этот самсунг наконец-то до 30 . мы вам покажем интересно только бить если я врешь настал момент первого тюнинга плюс сколько лошадок выключаете 150 не меньше точно да как ну да но до сотки я думаю теперь секунд за 4 поедет 3 8 и 100 200 наконец-то можно не башь вид имеет теперь я думаю она может поехать свои четыре по паспорту 100 200 к этому чем я так . быстро валит все наклеечка и или свечи в общем выяснилось что они стоят не от этого мотора должны быть двухконтактные новости видно здесь либо двухконтактный либо четырехконтактный вот такие там одна контактная свечка еще и весьма убитом состоянии нет вряд ли но у мотора есть небольшой масло жор но не критично как видно по виткам резьбы что немного масла не мы литр долили только что да вот и но собственно не критично так свечи под замену можно здесь прям разобью их покрасивее чтобы вот ставьте сюда вот такие коллектора это китайский аналог супер спринта он даст поле лучшее звучание и добавит мощности но еще будет переделаться дальше вот потому что здесь 323 выхлоп но посередине одна труба это плохо подвижки нашли что порваны 3 блоки вот он играет ну по диагностике у нас по мотору только один ламбозон сейчас почитаем abs и другие блоки апрессы и работа не работает в итоге нет да вот и посмотрим почему вот тут небольшая проблема выяснилось при при какой-то аварии видимо в прошлом фильтр бокс проломали и мотор подсасывает воздух мимо фишки с песочком из пыли так что надо будет это либо забоять либо поменять лучше его в общем осмотрели подвеску на машине и решили что раз на нас будет тюнинговаться строится подгонки и подрыв то имеет смысл просто скинуть все сразу перебрать заднюю подвеску поменять если они блоки они все равно ушатанные и есть удары там при езде и переключениях и в общем перебрать ее целиком плюс там в некоторых местах ее можно усилить будущем расскажем как мы сделаем спереди тоже делаем тюнинг подвески поставим рычаги другие шаровые и кайловеру с моим собственно еще будет они ставятся блокировка укороченная пара спереди будет ставится рейка более короткая до тройки 990 кузове там от туристаллинга подходит рейка либо 46 рычаги будут ставиться от другой машины потом узнаете от какой передние но и в принципе подвеска будет закончена рулежка пиздец мягко говоря да лучше чем м м м 3 да ты аж лицо чуть от радости не треснуло гнилые пороги днища да ну конечно гнилые пороги дорогие днища ну вот поменяли свечи одни еще пока живет пороге днища вот так от порога и валюта то есть тоже сейчас днища надо быть сейчас днища надо будет варить любом случае митя с порогом думаю это почти из них машина заделась и которая переваривается пороги надо будет ехать на разборку чтобы кузовку было проще варить вырезать кусок пола вот так машины чтоб то он не из листовки говна и палок это делал просто взял родных кузов кузова в родни был приварил и будет просто это стичь эстетично красивее и ему проще то есть быстрее и дешевле дальше по мотору тут все принципе неплохо есть течь масла небольшая склапанной крышки из резинки уплотнительный масляного щупа в принципе все да так он практически сухой снизу то есть там просто небольшие подпотелость есть ну живет масло в определенном количестве посвящал обе же было видно но не чувствует делать я думаю не стоит они почти все эти моторы в таком состоянии обычно гораздо более лучше свечи мы все поменяли свечи мы поменяли да она поменять свечные наконечники но не срочно потом достаточно хороший бонус здесь новый генератор а новый генератор стоит это нормально денег так ребят короче сели мы в тридцатку толика сейчас давайте сначала просто он нам покажет как она едет расскажи вкратце машина полностью переделать мне ничего не осталось кроме кузова только кузов 2 и 8 до 2 и 8 до м52 повышена степень сжатия 12 6 стоят широкие распредвалы сегодня я поставлю еще шире плюс она настроена стоит другая трансмиссия короткий дифференциал с блокировкой кайловеры но тут в принципе от машины ничего не осталось ну что рейка короткая то здесь полный хардкор мне осталось то чтобы для полного счастья поставить большие тормоза через ступенчатую коробку передач ну короче для интереса могу сказать что мы заезжали я на их 6 м на своей толик на своей и в общем то если там сто двести ну конечно я впереди чуть-чуть но это очень бодро для тридцатки короче все увидите сами так ребят сейчас лютая и башила уже началось вот просто за такую я тридцатку вот не поставить лайк вот мне кажется это вообще это ну просто человек собрал сам себе машину и она пиздец как валит я реально не видел таких 30 я вот до сих пор у меня эта картина когда я еду на x6 м давлю и вижу меня догоняет просто и 30 вот это вот пиздец так слушай но приблизить 36 уже можно будет к этому надо быстрее будет еще быстрее будет ребята вы понимаете тача по весне нас ждет просто она будет быстрее чем их совсем намного но как нам нужно нормально вот смотри у меня сейчас здесь где-то 250 лошадей а у тебя будет 300 внутри 2 из 3 2 до того мотора станет только головка блока 32 это 30 летки не 32 это берется блок от м50 чугунный точится на 87 и 4 ставится трех ультровые колено все это собирается и так далее головку чем она на этом моторе отремонтируем у меня аж руки трясутся как по ебантяя да кстати талян сейчас она ехала еще лучше у него так я сейчас попробую разглядывать спидометр так как его не видно когда мы будем ебать сейчас я подальше выпущу людей пусть место она шлифует 0100 понятное дело нет смысла а вот что 200 он конечно пиздец едет сколько ты разгонял 240-220 смотря на каком дифференциале на этом где-то 200 230 отсечка на пятый там принципе может старый видос мой выложить вот этот вот я тоже не едет еще там тестовая прошивка была на точно у тебя же на стене ребят я короче сейчас ставлю либо после либо ну короче ставлю разгон поехали 40 50 60 70 80 90 сотка 110 120 130 140 50 160 170 180 я ебал в рот 190 это пиздец просто ребят вы представляете я просто сейчас еще покажу машину может быть многие просто не поняли что это за тачка сейчас на которой мы едем это ребят не это не m5 f10 это не я даже не знаю уже что сказать как пошутить потому что здесь шуточки просто излишне ребят вот это вот просто ну сейчас надо с каждого по лайку просто просто лойсик талян ты сам собирал да получается это полосе машину с 28 тысяч рублей купил вложил уже полмиллиона в нее где-то сейчас шами кузовной работы постоят но как полмиллиона я просто занимался сначала не с теми моторами сначала занимался с двухлитровым но все постепенно как у всех там сначала свап свап был кривой потом научился правильно делать свап там клиентам начали делать потом я поставил 2 и 5 потом еще один 2 и 5 еще один 2 и 5 сюда 3 2 не воткнуть воткнуть но он тяжелее и меня пока устраивает это тем более я буду на этот мотор ставить на то у меня в планах снятие 440 лошадей короче он у тебя и боком и прямо и кольцо и по городу и родители могу на шашлычки свозить ну я помню как ты мне сказал господи антон ты чё ожидал такое или долл послали можно его через неделю переснять и там будет еще веселее слушайте ребят да мы можем как-нибудь даже в серию про нашу дорогую какашечку ккк воткнуть заезд x6m как-нибудь и 645 моей да будет 645 тоже заряженная будет интересно ну ладно а мы переключаемся обратно к нашему проекту ну что ребят вот очередная серия по нашему проекту подходит концу благодарю всех за просмотр и обязательно подписывайтесь на канал если тут впервые друзья ставьте обязательно лайк потому что сегодняшняя серия получилась уже сытный хотя это вторая серия всего лишь по проекту в общем то спасибо еще раз огромный ребятам из swap engineering за то что во первых подобрали вместе со мной выбрали мы с ними вместе эту машину да плюс на все мы посмотрели до конца поняли все изъяны которые в принципе не так уж и много то есть нам нужно реально делать подвеску нам любом случае надо ее делать жесткой будем кайлы стать поэтому собственно все само собой разумеющиеся ну собственно из ближайших планов это варим кузов пороги что-то по дну там возможно днище некоторые там кусочки придется взлатать потом значит делаем подвеску потом валим боком ну и все как бы это все равно чередоваться будет но сейчас главное усилить кузов чтобы по-нормальному валить бочком и уже по весне когда будет более сухо и мощности будет мало мы будем делать двигатель который потом в итоге ну толик слышали что сказал он будет ехать лучше чем его 30 ну и вместе с подвеской естественно мы делаем самоблок и машина будет еще легче третить бочком плюс ко всему попутно сделаем короткоходную кулису возможно введем гидроручник потому что все-таки надо понять лишний он или нет потому что ну как-то это вот мы решим все таки ну что ребят всех с наступающим новым годом на этом мы точно заканчиваем вроде все сказал все друзья до новых встреч пока пока но самое главное чтоб спину не потянул когда берна уделал все поехали а кстати ребята здесь вы поняли откуда эти слова которые искал оператор под конец запишите комментариях нам сыпунем